День второй. Мы приехали в город Херес де ла Фронтера и направляемся к Тио Пепе. Это знаменитый бренд винодельни Гонсалес Биас. Тут в городе Херес де ла Фронтера они занимают какие-то невообразимые площади. Складывается впечатление, что целый городской квартал. Но это соответствует их масштабам. Они, кстати, самая посещаемая винодельня страны. И за год их посещают 250 тысяч человек. Только вдумайтесь в эту цифру. Это по 700 в день. А если разбить на группы по 30 человек, так это 20 групп ежедневно. Мы приехали сюда прямо на Пасху. И что вы думаете? Они отдыхают, как все испанцы? Как бы не так. Они, наоборот, сделали специальную пасхальную программу. Ну, то есть добавили к обычной программе в стиле «Двигаемся быстрее, за нами следующая группа». Вот такое шоу. Это шоу символизирует два особых предмета гордости. Именно Андалусии, фламенко и андалузских скакунов. Это невероятно, как тут все пронизано культурными элементами, скажем так. Вы не поверите, но я неоднократно видел мужчин разного возраста, которые напевали фламенко, просто сидя на пляже. Ну, а в городке, где я живу, проехаться на лошади по центральным улицам, ну, это просто ежедневное развлечение. Я это постоянно наблюдаю из окна. Я бы хотел и мог бы много вам рассказать про фламенко. Немножко меньше про андалузских скакунов, но канал у нас про вино, поэтому вернемся к Гонсалес Биэш. Сразу скажу, что экскурсия сама по себе вас, скорее всего, не впечатлит, как и дегустация. Это у нас типичный финно, полонино финно, тио пепе. Что называется, классика жанра. Но если вы в этих местах впервые, то посетить Гонсалес Биэш это просто обязательно, ну, чтобы оценить размах бизнеса. Винодельня эта была основана в далеком 1835 году неким Мануэлем Марией Гонсалесом Анхелем. Ну, а название Тио Пепе для своего вина он дал в честь своего дяди. У дяди тоже имя длинное, но мы понимаем, что среди своих его просто называли дядя Пепе, Тио Пепе. Сегодня винодельня экспортирует свои хересы и другие вина в более чем 100 стран мира, а больше всего их покупают в Великобритании. Как можно догадаться по размаху, Гонсалес Биэш это группа виноделин в разных уголках Испании. Всего в группу входит еще 10 виноделин из других регионов страны. Кстати, здание вот это в городе Херес им проектировал сам Густав Эйфель, архитектор вот той самой башни. Но, честно говоря, меня этот факт как-то не то чтобы сильно поразил, потому что в Испании авторство Эйфеля или его учеников, или подражателей есть очень много объектов, и не только зданий, но, к примеру, даже и мосты. Впечатленный таким размахом я зашел на сайт испанского экономического издания и посмотрел на цифры по винодельням. Как видите, их продажи несколько подупали, но все равно годовая выручка находится между 50 и 65 миллионами евро. Вот интересно, это много или мало в масштабах винодельческой отрасли Испании? На этот вопрос у меня тоже есть ответ. Посмотрите, это глобальный рейтинг всех испанских виноделов, его верхушка этого рейтинга, и вот в этой таблице Гонсалес Биас на 13 месте. А сколько зарабатывают лидеры? Ну вот смотрите, первое место Фрейшнет 253 миллиона евро в год, Торрес 173 миллиона, Кодернил 157 миллионов. Видите, первая тройка испанских производителей вина, все они зарегистрированы в городе Барселона. Да, вот про дождь, помните из первого ролика? Тут он нас тоже не оставил. Это городок рядом с Хрес де ла Фронтера, называется Чипиона. А вот это ее знаменитый маяк, один из самых старых и высоких во всей Испании. Сейчас я вам что-то расскажу. Не слышите? Это просто вам иллюстрация, в каких условиях я тут работаю для вас, чтобы порадовать вас вот этим видео. Ну, вернемся в Гонсалес Биас. Откуда, кстати, название? Гонсалес Биас или же, если читать по-английски, что тоже правильно, то Гонсалес Баес. История вот какая. Тот самый основатель Мануэль Мария Гонсалес в далеком 1835 году начал поставки своего вина в Лондон. И там познакомился с местным торговцем, мистером Робертом Блейком Биасом. Их деловые связи с годами только крепчали. И в 1851 году мистер Биас стал эксклюзивным представителем винодельни и даже вошел в ее капитал. Но сейчас винодельней управляет семья Гонсалес, ее пятое поколение. Кстати, с этой винодельней связано несколько весьма любопытных историй. Ну, например, вот этот символ, один из самых узнаваемых в Испании. Он вдохновлял массу художников. От Пикассо до Дали появился в далеком 1936 году на празднике Лас-Файас в Валенсии. А вторая история связана с Мадридом. Ее любят рассказывать местные гиды. На центральной площади Мадрида Пуэрто-дель-Соль много лет размещалась реклама Тио Пепе на шикарном здании Отель де Пари. Но здание закрылось на ремонт и рекламу сняли. Ремонт шел долго и жители Мадрида стали беспокоиться, что Тио Пепе никогда не вернется на их центральную площадь. Они написали петицию в мэрию и та нашла новое место в соседнее здание и Тио Пепе вернулся. Я не знаю, так ли было на самом деле. Или, может быть, Гонсалес Био со своими безразмерными рекламными возможностями постарался. Но, действительно, эту байку очень любят рассказывать мадридские экскурсоводы. Короче, винодельня это культовая. Будете в этих местах, обязательно загляните. Ну, а мы с вами дальше попробуем погулять по улицам славного города Херез де ла Фронтера и поискать процессии Страстной недели. Я ведь вам обещал. Говорят, что именно в Андалусии люди самые религиозные. А еще говорят, что именно в Андалусии процессии самые пышные и самые зрелищные. У меня не было возможности сравнить, но то, что тут в Андалусии эти процессии производят впечатление, так это без сомнений. Даже на меня человека убежденно-атеистичного. Семана Санта или Страстная неделя для всех испанцев это особый праздник по значению сравнимый разве что с Рождеством. А еще-то каникулы и возможность и повод побыть с родителями или же проехаться по своей стране, например, сюда в Андалусии. Важнейший элемент Страстной недели процессии на улицах. Они ходят всю неделю. В такой процессии есть как минимум три элемента. Первый Назаряне это верующие, принадлежащие к различным религиозным братствам. Они одеты в тунику и каприоты, то есть специальный головной убор. конической формы, который закрывает глаза. У многих людей каприоты ассоциируются с куклус-кланом и в США являются символом расизма. Но испанские каприоты, конечно же, к куклу-склану не имеют никакого отношения. А к чему имеют отношение, так это к инквизиции. Испанская инквизиция заставляла носить такие головные уборы и такие туники еретиков или отступников во время так называемого ауто-да-фе, то есть суда. Вот вам одна из самых известных картин на эту тему. Это Франциско Гойя ауто-да-фе инквизиции или суд инквизиции. В центре полотна, как видите, одетый в каприоты и тунику, осужденный слушает приговор, опустив глаза и смирившись, в то время как толпа священнослужителей, представителей власти и неизвестных фигур создает удушающую атмосферу. Рядом с трибуной ждут в своей очереди еще трое осужденных, которые тоже носят каприоты. Что интересно, что у историков до сих пор нет внятного объяснения, как связана форма одежды братьев во время процессии на страстную неделю с судами инквизиции. Но как-то явно связано. Второй частью процессии идет так называемый трон. Это некая громадная конструкция с фигурами отожестляющими страсти Христова, которую несут на своих плечах мужчины. Иногда они спрятаны под этим самым троном, а иногда наоборот они находятся снаружи конструкции. Но всегда они раскачиваются в такт музыки, создавая этими движениями некую особую атмосферу трагичности момента, символизирующего трагизм распятия Христа. Ну и за троном обычно следует духовой оркестр, бесконечно повторяющий некий набор проникновенных религиозных мелодий. Мне, конечно, трудно сказать, как и в случае с коридой и многими другими испанскими специалитетами, это все элемент истинной веры или это представление для туристов. Но сегодня, оказавшись прямо в центре этого действия, чтобы поснимать для вас, даже меня, убежденного атеиста, несколько тронула вся эта атмосфера. Сильный запах ладана, проникновенная трагическая музыка, отбивающие ритм барабаны и мерно покачивающийся в такт этой музыки трон с фигурой истекающего кровью Христа.